МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиши. В ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женская команда гонбольного клуба Гомель двумя домашними матчами завершила третий круг второго этапа чемпионата страны. Первого гостя Бобруйскую Березину гомельчанки одолели без труда. 37-15. Спустя три дня соперник был куда более грозным. БНТУ БелАЗ. До этого матча команды в чемпионате встречались четыре раза. Неперевес на стороне минчанок. Дважды они победили. Один матч завершился в ничью. Однажды были сильнее гомельчанки. В отчетной встрече они были намерены сравняться с соперником по количеству побед. Тревожно за хозяек паркета стало уже с первых минут. В центре своей защиты минчанки выстроили настоящую стену. Пробиваться через нее гомельчанкам было крайне сложно. Да и задняя линия работала в этот день не лучшим образом. К тому же гости не упускали свои шансы в атаке. И как результат, к десятой минуте счет на табло был 6-3 в пользу приезжих гонболисток. Мы очень тяжело забиваем сзади, с 9 метров. Бенту просто стоит на 7-6 метров. Ждут наших бросков, блокировали. И поэтому такой счет. На 14-й минуте при счете 8-4 в пользу минчанок место в воротах гомеля вместо Валентины Кумпель заняла Лилия Бурдук. Ей также пришлось не сладко на последнем рубеже. На 20-й минуте Томаш Чаттер взял тайм-аут и немного встряхнул команду. Гомельчанкам удалось сократить разрыв до двух мячей, однако всплеск длился недолго. Гости вернули нити игры в свои руки. И даже старания в воротах Бурдук и два взятых Кумпель-пенальти не помогли. К концовке первого тайма минчанки вели 15-11. Перерыв не внес особых изменений в игру хозяек. Подобрать ключ к мощной защите БНТУ гомелю не удалось. Минчанки практически выключили из игры переднюю линию соперника. Дальние атаки периодически удавались левой полусредней Юлии Ганечкиной, на счету которой по окончании игры было семь заброшенных мячей. К тому же мало получалось у гомельчанок и на своей половине. К шестой минуте второго тайма отставание составляло уже восемь мячей. И стало понятно, что БНТУ своего не упустит. Гомелю удался еще один всплеск. Свое слово сказала левая угловая Ирина Дронова, настрелявшая по итогу матча шесть голов. Несколько удачных атак в ее исполнении и отставание уже пять мячей. Однако надежда, что Гомель сможет зацепиться за матч, степлилась недолго. К финальной сирене гости восстановили преимущество восемь мячей. Итоговый счет 31-23 в пользу БНТУ. Победа особенно вспоминается на чужой стороне, так скажем. И уверенная, когда выступает вся команда. И когда с таким раздрывом, с такой уверенностью и с таким напором, можно сказать, уже с первого тайма почувствовали, что у нас она в кармане. Просто с какой разницей будет. Гонбалистки и тренерский штаб Гомеля не скрывают, что поражение получилось весьма болезненным. Однако оно дало пищу для размышлений. Ошибки понятны, их надо исправлять. Сильно расстраиваться времени нет, не за горами плей-офф. А судьба чемпионства будет решаться именно там. И победа очень важна была для нас, для всех. И каждая игра нужна победа. Поэтому расстроились все очень сильно. Но будем работать. Это не все еще потеряно, все еще только впереди. После этой виктории БНТУ основательно закрепился на первой строке таблицы чемпионата. Гомельчанки вторые. Впереди еще один круг второго этапа. До плей-офф будет возможность взять реванш. Еще одиночный поединок запланирован на 23 апреля. Стартовал финальный этап чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд. Первый тур в квартете сильнейших состоялся в Барановичах. Действующие чемпионки волейболистки Мозырьской жемчужины Полесья. В трех матчах одержали две победы и потерпели одно поражение. Уступили мазырянки своим принципиальным соперницам волейболисткам Минчанки. 1-3. Виктории одержаны в противостояниях с Барановичским Атлантом. 3-0 и Брестским Прибужьем. 3-2. Второй тур пройдет с 15 по 17 апреля в Бресте. О других спортивных событиях в нашем обзоре далее. Во втором туре чемпионата Беларуси по футболу Высшей лиги Мозырьская Славия в гостях взяла верх над Новополоцким Нафтаном. Единственный мяч в матче на седьмой минуте забил форвард Мозырян Денис Лаптев. После двух сыгранных туров в активе Славии 4 очка. Следующий матч Мозыряне проведут 15 апреля на своем поле против Гранита из Микашевичей. Чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге стартует 16 апреля. Футбольный клуб Гомель подвел итоги предсезонной подготовки матчем против Осиповичей. Впервые в этом году зелено-белые вышли на поле своей домашней арены стадиона Центральной. Посмотреть матч против Осиповичей на трибуны пришли почти 400 человек. А точнее 394, как сообщает пресс-служба клуба. Игровое преимущество целиком было в руках хозяев. В голы его гомельчане смогли воплотить лишь во втором тайме. Правда трижды. На 62-й минуте Павел Ситко, получив пас от Дмитрия Гомзе, сумел убежать и отправить мяч в сетку ворота Осиповичей. Спустя 15 минут Евгений Барсуков ударом с линии вратарской поразил цель. Подвел итог матчу дальним ударом Павел Ситко. 3-0. В первом туре чемпионата страны футбольный клуб Гомель 17 апреля сыграет Сорший. Матч состоится на стадионе Центральной. Напомним, что в межсезонье команды провели товарищескую игру. Она завершилась в ничью 1-1. Днем ранее Гомель Желдор Транс в гостях встретится с футбольным клубом «Слоним». Светлогорский химик дома будет принимать Могилевский Днепр. Уже известен обладатель бронзовых наград республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба. В матче за третье место встречались команды Минска и Брестской областей. Сильнее оказались хоккеисты из столичного региона 6-4. Борьбу за золото ведут команды президента Беларуси и Гомельской области. Финальная серия продолжается до двух побед одного из соперников. Первый матч состоялся в Жлобине. На групповом этапе команда президента заняла первое место, показав стопроцентный результат. Шесть побед в шести играх. Гомельчане финишировали на второй позиции. В пассиве у них было два поражения. В полуфинале команда руководителя страны одолела хоккеистов из Брестской области. Гомельчане переиграли представителей столичного региона. Фаворит финала очевиден, однако в плей-офф возможно все. Семь лет назад эти команды также встречались в решающем поединке соревнований. Тогда гомельчане победили. Первый период нынешнего финала остался за командой президента. В ворота хозяев они забросили две безответные шайбы. Очень хороший соперник. Приезжая сюда мы ожидали, что он такой будет. Там много именитых хоккеистов. В принципе все играли в хоккей, поэтому ждали ожесточенного сопротивления. Получилось так, что забили два быстрых гола. В принципе и все. А так сами видите, что игра равная. У них есть моменты и у нас есть моменты. Протарей играет хорошо, так что еще все впереди. Во втором периоде хозяева смогли дважды ответить сопернику результативными бросками. Но у Бораза отличился Павел Волчик. Правда, сами пропустили четыре шайбы. В заключительной трети матча команды обменялись голевыми атаками. В составе Гомельчан результативный бросок на счету Андрея Глебова. Итоговый счет 7-3 в пользу команды президента. Продолжится финальная серия соревнований 16 апреля на Чижовко-арене в Минске. Бег на 400 метров с барьерами считается одной из самых сложных дисциплин легкой атлетики. Она требует от спортсмена не только выдающихся спортивных качеств, выносливости, но и тактической подготовки. Цена каждой ошибки – поражение. Гомельчанину Евгению Гавриленко эта дисциплина покорилась. В 1976 году он стал бронзовым призером 21-х Олимпийских игр в Монреале. И тем самым записал свое имя в историю мировой и белорусской легкой атлетики. На днях Евгений Михайлович отметил 65-летие. Поздравить легендарного спортсмена пришли коллеги и друзья. Стройная фигура, молодость в движениях и взгляде. Евгений Михайлович не выглядит на свой возраст. Это отмечают во время поздравления все. И желают дальше сохранять здоровье, оптимизм и хорошее настроение. Кроме Олимпийской бронзы в копилке Евгения Гавриленко – третье место на чемпионате Европы, 4 титула чемпиона СССР. Опыт более чем богат, и он с наслаждением делится им с молодыми. Евгений Михайлович – желанный гость на соревнованиях, которые проводятся в нашем регионе. Стараюсь прийти на легкоатлетические соревнования, на детские соревнования. Особенно юный динамовец у нас, когда приходит молодая наша смена, обязательно бываю на таких мероприятиях. Мне приятно побыть среди молодых и получить от них заряд молодости, бодрости. В Гомеле скрестили сабли и рапиры фехтовальщики со всей Беларуси. В областном центре прошел открытый республиканский турнир по фехтованию «Клинки Полесья-2016». Соревновались спортсмены 2002 года рождения и моложе. В соревнованиях саблистов гомельским спортсменам в командном зачете на высшую ступень пьедестала почета подняться не удалось. Девушки завоевали бронзу, уступив минчанкам и брещанкам. Юноши стали вторыми, пропустив вперед только спортсменов из Гродно. В рапире гомельские юноши и девушки стали третьими. В Гомеле фехтование развивают с 2008 года. Для этого вида спорта это сравнительно немного, а потому настоящие успехи еще впереди. Однако и сейчас гомельчанам есть чем похвастаться. Недавно сестры Аня и Яна Андреенко, а также Диана Захарова вернулись с чемпионата Европы среди кадетов, где в составе сборной страны заняли седьмое место. Это выступление без преувеличения можно назвать успешным. На сегодняшнем этапе, учитывая наши реалии, да, вполне успешно выступают наши ребята. Не только на уровне республиканском, но и на международном. Большой вклад в развитие не только гомельской, но и республиканской школы фехтования вносят детские турниры, которые проводят в Гомеле. Особенно такие массовые соревнования, как клинки Полесья. В Гомеле прошло первенство области по вольной борьбе. Участие в нем принимали юноши и девушки 1999-2000 годов рождения. У сильной половины человечества первое место заняла команда Мозыря. На втором и третьем местах Гомеле – Гомельский район. Девушки же Гомельского района стали сильнейшими. Серебро у светлогорской сборной. Гомельчанки замкнули тройку. Тем временем областной центр принял еще один турнир по вольной борьбе. В Гомеле прошли соревнования на призы выдающегося тренера Льва Энтина. Лев Иосифович Энтин вольной борьбе отдал всю жизнь и до сих пор продолжает наставлять молодежь. Заслуженный тренер Республики Беларусь, судья международной категории, отпраздновал свой 75-й день рождения. А где это лучше делать спортсмену? Конечно же на стартах. Прямо во время открытия состязаний Лев Энтин получал поздравления от коллег и учеников. Но в его мыслях не собственные достижения, а победы воспитанников. Вот недавно наша девочка, одна нашей школы, Наташа Ланько, стала призеркой первенства Европы в Софии. Это очень приятно. А до того у нас Зенина, которая выступает здесь же, она призерка мира по вольной борьбе среди юношей, девушек. Так что пока, в Ассоце пока есть чем. Турнир на призы Энтина провели уже в четвертый раз. Участие в нем приняли спортсмены категории юноши и молодежь. Борцы съехали со всей страны. Награды разыграли почти 100 участников. Этот турнир можно рассматривать как еще один способ подготовки к предстоящим стартам. Сейчас мы готовимся к первенству республики, который придет в Гродно 15 по 17 апреля. Мы выставляем школу, у нас 4 мальчика будет бороться и команда девушек, которые стали чемпионами области. По итогам турнира на призы Энтина в активе гомельских спортсменов 8 золотых медалей. На счету девушек 6, 2 завоевали юноши. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи.